Министерство по надзвычайных ситуациях звертается до граждан с просьбой примакчимости не наведывать на Радуницу могилки, якея находится в зоне отселения и отчужения. Это выкликана особливо пожаронебеспечной ситуацией на этих территориях. Наши корреспонденты звернулись за комментариями до специалистов. 7 мая в Беларуси означается Православная Рада. Для уничтожения на годы с 4 по 7 мая будет дозволен беспропускный проезд до могилок на территориях зон отселения и отселения. Выключение сделано для Наравлянского района, что связано с мясцовыми традициями. Трапить на территорию зоны тут можно еще и другого мая. Уезжать на территорию Полесского державного радиоцинно-экологичного заповедника можно только просконтрольно-пропускные пункты. При этом и беларусы, и замежные грамадяне повинны иметь с собой пашпорт, те инший официальный документ, а так само документы на транспортный сродок. Будет организовано транзитное исследование граждан от пунктов въезда в пограничную зону в территорию заповедника до мест захоронения. В этих случаях для иностранных граждан нет необходимости оформлять пропуска для въезда в пограничную зону. Им необходимо будет достаточно иметь при себе документы для пересечения государственной границы в пунктах пропуска через государственную границу. Это основное, что необходимо знать гражданам. Выезжать с этой территории необходимо так само только просконтрольно-пропускные пункты. Для наведывальников зоны отчужения и отселения предугледжены обовязковый радиоцинный контроль. Выконание элементарных правил о радиоцинной безопасности, обовязковые умовы, в связи с чем при добропарадковании мохилок важно выкористовывать наипростые сродки обороны, такие как марлевые повязки, пальчатки. Коли працы будут завершены, верхнюю вопротку треба старанно вытрасти открытые участки тела, вымыть привезенной с собой водой. Разом с тем, Министерство по надзвычайных ситуациях звертается до грамадян с просьбой устрематься от наведывания на радовницу мохилок, які знаходятся у зоне отселения отчужения. Гэта тлумачится особлива пожаронебязпечная ситуация на гэтых териториях. Сложилась очень опасная пожароопасная обстановка, поэтому просим при возможности не посещать эти территории. Если нет другой возможности, только вы приехали, например, из-за границы, специально ехали уже, чтобы побывать на кладбищах, просим очень внимательно соблюдать меры пожарной безопасности. Это и курение, и техническое состояние транспортных средств, на которых вы передвигаетесь, ну и, в принципе, остальные действия, когда вы там находитесь, на закрытых территориях. В первую очередь это связано с тем, чтобы обеспечить безопасность самих граждан. Олег Сентюрул, Настасья Кучинская, Явген Макеенко, отели Радоя, компания Гомель.